Друзья, всем привет! С вами Смывайс. Добро пожаловать на канал обзоров гэдбитов и мобильных устройств. И сегодня у меня на канале будет распаковка и быстрый экспресс-обзор на вот такой вот микрофон от компании Каймафан КМ КАМ-20. Данный микрофон представляет собой форм-фактор пушки, то есть это направленный микрофон, но это такой вот микро-направленный микрофон, скажем так, не огромные пушки, которые бывают накамерные. Хотя данный микрофон как раз-таки в первую очередь можно использовать с вашими DSLR-камерами, видеокамерами, ну и при желании, конечно же, с вашими сотовыми телефонами, хотя удобнее как раз-таки его использовать именно с камерами. Для чего же нужен микрофон-пушка? Микрофон-пушка это направленный микрофон, который позволяет снимать звук оттуда, куда направлена камера. Допустим, вы снимаете какое-то интервью, либо же группу лиц и хотите, чтобы звук был прекрасно слышен как от того, кто берет интервью, так и от тех людей, которые отвечают. Здесь есть два варианта. Первый это раздать всем по микрофону и подключать через микшерский пульт, либо же передавать каждому отвечающему микрофон, либо же вы можете использовать пушку. Туда, куда направлена камера, туда и будет направлен этот микрофон, и оттуда он будет улавливать звук. В общем, данный микрофон как раз-таки предназначается для DSLR-камер, для обычных видеокамер, ну и плюс для сотовых телефонов, если вы записываете видео на ваш телефон. Давайте посмотрим, что у нас лежит в коробочке, как данный микрофон выглядит, ну и потом попробуем записать звук, ну и сравнить с несколькими микрофончиками, которые у меня есть. Сейчас я пишу на обычную петличку, которая лежит рядом со мной, и вот такое вот качество звука получается на традиционную, самую обыкновенную петличку, более M1. Ну что ж, давайте вскроем коробочку, где здесь она у нас открывается, так здесь не нужно ничего надрезать, и посмотрим на комплектацию. Вообще у меня было на обзоре несколько микрофонов от компании Каймофон, и практически все они были довольно-таки годными. Ух ты, тут целая комплектация какая огромная. Вот такая вот площадка здесь имеется для того, чтобы вы могли использовать ее с вашим сотовым телефоном. То есть предполагается, что вы размещаете сюда сотовый телефон, сюда сверху будет крепиться микрофон, ну а данная площадка размещается либо на штативе, либо на селфи-палке. То есть прикольно. Вот такой вот мешочек, выполнен из какого-то такого брезента, что ли. Вот такой вот подвесик, но условный подвес, понятное дело, что особо гасить он не сможет никаких ударов, да, то есть он выполнен из жесткого пластика, но какой есть. Ну и, собственно говоря, в пакетике у нас сам микрофон-пушка и пенка. Вот такая вот пушка, которая размещается на подвес. Опа! Вот таким образом. Ну и с тыльной стороны у нас есть возможность подключения кабеля. Причем в комплекте у нас два кабеля. Один из них у нас, причем помечен для смартфона, а второй у нас помечен для камеры. Это действительно круто. Мало того, что если вдруг кабель у вас порвется или что-то с ним придет в негодность, вы всегда сможете его поменять. Это гораздо удобнее, чем традиционные микрофоны, у которых провод сразу же впален непосредственно в сам микрофон. Здесь как раз-таки очень удобно. Ну и вот такой вот здесь есть еще подик небольшой. Соответственно, если вы хотите микрофон, я так подозреваю... А, вот таким вот образом это делается. То есть трипод можно сразу же вкрутить вот в эту подставку для мобильного телефона. Сюда ваш телефон. Сверху вот таким вот образом размещается микрофончик. Так. Закручивается. И все. Далее подключаем необходимый вам кабель в микрофон. И вот это вот конец идет в камере. Но он не очень длинный, надо сказать. Хотя растягивается, конечно же. Но, допустим, если вы хотели бы, скажем так, микрофон не непосредственно к вашей камере подключить, а куда-то поставить отдельно, то длины кабеля, скорее всего, не хватит. В общем, вот такая вот штука. Вот такая вот конструкция. Ну и плюс, конечно же, сюда надевается пеночка. Это ветрозащита. Вот таким вот образом все это дело выглядит. Ну и здесь еще, скорее всего, у нас... Да, вот она. Вот эта вот ветрозащита как раз-таки. Мех. Это больше для использования в помещении, а вот этот мех как раз-таки используется на улице. Если вы записываете какие-то видео, находясь вне помещения, и хотите, чтобы микрофон отсекал излишние шумы. Ну и вот таким вот образом мех надевается. И все, собственно говоря, по идее, по идее, это должно избавить вас от лишнего шума ветра. Ну что ж, сейчас я пишу как раз-таки на петличку. И буду сейчас подключать другие микрофоны для того, чтобы вы могли, ну скажем так, сравнить по качеству звука, какой звук у традиционной петлички. Далее я подключу радиомикрофон. Каймофан G10 для того, чтобы посмотреть, как снимает, вернее, как записывает звук радиомикрофон. Ну и в конце мы как раз-таки попробуем КАМ-20 от Каймофан и сравним качество полученного звука. Теперь звук у меня идет через радиомикрофон Каймофан G10. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вот таким вот образом звучит у нас радиомикрофон. Как звучала обычная петличка, вы слышали в начале видео. Ну и теперь я подключаю нашу пушку, направляю на меня и попробуем заснять, что же получится. И послушать, какое качество звука выдает данный микрофон. Ну и теперь, собственно говоря, я записываю на микрофон пушку КАМ-20 от Каймофан, которая установлена у меня непосредственно на горячем башмаке на камере. И вот такой вот звук мы получаем. Звук я никак не подстраивал, не подкручивал. То есть то, что вы слышали с петлички, то, что вы слышали с радиомикрофона. И тот звук, который сейчас идет с пушки, это один и тот же звук в плане уровней, громкости и шумоподавления. То есть никакие настройки не дополнительно не подключались, не использовались. Вот такой вот звук он пишет из коробки без всяких настроек. Раз, два, три, четыре, пять. И вышел зайчик погулять. Вот такой вот звук у нас получается на пушку. И такой уровень громкости. Сейчас я говорю достаточно громко, поставленным голосом, так как я записываю все свои обзоры. Ну и теперь давайте попробуем записать звук в состоянии шепота. Я сейчас буду потихоньку снижать уровень звука. Буду говорить все тише и тише. Раз, два, три. Я говорю тихо, я говорю шепотом. Вот такой вот звук у нас получается. Если говорить шепотом, расстояние до камеры сейчас порядка полутора метров. Вот на таком расстоянии, если говорить довольно-таки тихо, такой уровень звука вас ожидает. Раз, два, три. Кам-20 от Каймафан. Ну что ж, друзья, какое получилось у нас качество звука, это будет понятно и вам, и мне одновременно. Можно сказать и так, потому что я не знаю, как записался звук. И только когда буду монтировать это видео, я его услышу. Ну а вы, естественно, обязательно напишите в комментариях, какой звук вам понравился больше. Насколько вам понравился Кам-20 или, может быть, традиционная петличка или радиомикрофон. Ну а тем, кто захотел бы приобрести этот микрофон-пушка с достаточно шикарной, на мой взгляд, комплектацией, по довольно выгодной цене порядка полутора тысяч рублей. Ну и, как мне кажется, для подобного микрофона это очень недорого. В общем, для тех, кто хотел бы приобрести, по традиции, ссылочки будут в описании. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был Айс. Всем пока!